Мои хорошие, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня начинаем влог с ванной комнаты. Душ я уже приняла и решила помыть голову отдельно, показать вам, чем я мою голову. Шампунь, правда, плохо мылится, приходится наносить его два раза. Дальше я наношу маску и оставляю пять минут. Шампунь у меня разглаживающий для вьющихся волос, но у меня волосы прямые. Но так как они крашеные, этот шампунь мне тоже очень хорошо подходит. Этим шампунем и маской для волос я пользуюсь не так часто, раз в неделю или два раза в неделю. В основном я каждый день мою голову обычным шампунем, вроде чистой линии или другими какими-нибудь бюджетными шампунями. Все, пять минут прошло, я смываю маску и сейчас буду наносить другие средства для ухода за волосами. Я немного походила с полотенцем на голове, наверное, минут 15, чтобы более-менее волосы подсохли. Теперь буду использовать флюид с коллагеном и такой эликсир для волос. Вот баночки у меня подписаны, циферкой 1 и циферкой 2, чтобы я не запуталась, что первое, что второе использовать. Очень хорошие средства для крашеных волос, волосы не такие сухие, не такие ломкие и не так сильно пушатся после вот этой процедуры. Теперь я буду сушить волосы феном. Девчонки, феном сушу волосы редко, обычно, когда куда-то нужно быстро пойти, а волосы мокрые. А так я им пользуюсь очень редко, потому что боюсь, и так волосы крашеные, боюсь их еще больше испортить. Но в этом фене у меня есть три функции, теплый, горячий и холодный воздух. Вот как раз я в основном пользуюсь теплым воздухом, расчески не использую, таким способом просушиваю немного волосы и все. Сейчас буду наносить девчонке маску антистресс и оставим на 20-30 минут. Мои хорошие, маска очень хорошая, могу вам смело ее посоветовать. Пользуюсь ею уже больше месяца, конечно, не каждый день, два раза в неделю точно. Плюс ко всему у нее есть такой прекрасный массажер. Маску оставляю на 20-15 минут и приглашаю вас к себе на кухню. Будем делать завтрак. У меня есть молоденький кабачок, я уже сняла с него шкурку и натираю на крупной терке. Немножко подсаливаю и оставляю, чтобы кабачок дал сок. Тем временем завариваю себе вкусный, ароматный кофе. Мне очень нравится вот эта вот кофемашина, она не капсульная никакая, да, там не на каждую, не на отдельную чашку. Сразу заварила много, на всех и всем хватает. Заваривается очень быстро. Все, мои хорошие. Кабачок дал сок, мы его сливаем и добавляем замороженный лук и укроп. И я еще добавляю одно яичко, солю и перчу по вкусу. Девочки, все делаю на глаз. Муку тоже добавила на глаз. У меня получилось 2 столовые ложки и 1 зубчик чеснока. Можно смотреть на консистенцию, смотря какой кабачок. Поэтому никакого тут конкретного рецепта нет. Нагреваю масло, на тарелку застилаю полотенца бумажные, для того, чтобы потом хорошо масло впиталось с наших оладушек. И получаются вот такие красивые, вкусные, со сметанкой оладушки. В такие кабачки можно смело добавлять натертую на мелкой терке морковь, картошку. Я тоже таким образом делала, но сегодня не стала заморачиваться, просто сделала из кабачков и зелени. Тоже получилось очень вкусно. Детки наши безумно любят такие кабачки, оладушки точнее. Наливаю себе горячий кофе, добавляю 2 ложки сахара и немного молока. Кофе без сахара я не пью. Кто сейчас кушает вместе со мной, всем приятного аппетита! Все прошло где-то 30 минут, пока мы позавтракали. Снимаю маску и буду добивать свой крем Аевит. У меня есть еще одна коробочка целая, но в этом хорошей срок годности, пока не буду пользоваться. У меня скоро придет заказ от Фаберлик. Там есть крем дневной для лица, я заказала. Всем привет, мои хорошие! Не так давно в одном из видео я говорила, что у меня скоро день рождения. У нас сегодня 11 число, я не знаю, либо в 14 вот у меня как раз день рождения я выложу ролик, либо после, может быть раньше, посмотрим, как получится. Что я хотела сказать? Хочу вам показать свои покупки, которые я сама для себя сделала. Ну, это такой, знаете, небольшой презент для себя на день рождения. Купила себе две позиции, я сейчас из вещей две позиции покажу. Ничего такого прямо вау! Ну, то, что мне сейчас нужно на осень. И самое крутое, это то, что подарил мне мой муж. Об этом я мечтала давно. Я вам вставлю кадры, как мы это все распаковываем, потому что посылка, вот эта покупка пришла намного раньше, 6 числа. Или еще раньше даже, я уже даже не помню. Ну, неважно. Сейчас я вам все вставлю, покажу и все расскажу. Не будем долго разговаривать. Давайте смотреть. Вот, смотрите, вот такая куртка. Название такая фирма. Ну, она недорого стоит, 15. Ее уценили, стоило 17. Девчонки, осенняя курточка. Цвет камера не передает. Немножко такой зеленоватый оттенок. Ну, как бы вроде бронзовый, зеленоватый. Ну, не поймешь, не знаю, как даже назвать цвет. Куртка хорошая, она коротенькая, потому что у меня длинная куртка есть. А я взяла себе покороче, и она потолще. У меня были две такие куртки, они уже старые, одна длинная, одна короткая. Старые, при старой я их выбросила, просто выбросила. Вот, и решила заменить себе. Покупала вот эту куртку, кто знает, в городе Астана, магазин Башмачок по республике. Зашла, взяла. Это XL размер. Ну, это китайский производитель, типа фабричный Китай. Но вот у них что-то по размерам, да, всегда какие-то вот проблемы. Вот, пожалуйста, XL размер. Я сейчас примерю, покажу. Куртка хорошая, мне нравится такой цвет. А то обычно у меня то черная какая-нибудь, то серая, тут такая интересненькая. И в магазине Катон взяла джинсы светлых, к сожалению, моего размера не было. Все были большие, это уже остатки оставались. И вот пришлось взять темные. Они прям длинненькие такие, потому что у меня джинсы короткие. Хорошие джинсы, тут такой ремешок. В принципе, наверное, я его носить не буду. Я еще даже дырочку вот здесь не сделала. Хорошие джинсы, мне нравятся. Хорошее качество и недорого. А, вот, девчонки, 9800. Вот хорошие джинсы. Сейчас все примерю, покажу. Девочки, прошу прощения за свет. Наверное, из-за того, что сзади окно, плюс еще ко всему в комнате темно. Поэтому как-то картинка затемнилась. Такого фасона джинсы я еще не носила. Это как бы первые, да, мои джинсы. Ну, в принципе, я считаю, мне идут. И курточка, девчонки, опять же, камера не передает настоящий цвет куртки. И когда выходишь на улицу, когда попадает солнце, куртка намного смотрится ярче и интереснее. И вот, мои хорошие, сбылась моя мечта. Мне Витя подарил на день рождения беговую дорожку. Честно говоря, я никогда бы не могла подумать, что мне кто-то ее подарит, потому что она очень дорогая. И у нас в квартире не так много места размещать такие габаритные вещи. Но, несмотря на это, Витя, на все на это, Витя закрыл глаза и выполнил, ну, исполнил мою мечту. В принципе, он по возможности всегда старается так делать. Витя, я знаю, что ты смотришь этот ролик. Спасибо тебе, я тебе очень благодарна. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, мой дорогой. Ну и вот, девчонки, это подарок от мужа. Беговая дорожка. Я давно не мечтала. И вот, мне муж сделал такой подарок. Там вот в комнате мама с детьми, поэтому шумно не играют. Давайте я вам включу, покажу. Я еще пока на ней не бегала, толком не разобралась. Ну, муж у меня все знает. Вот эта штучка тоже обязательно нужно включать ее. Вот сюда вот так раз, иначе без нее не работает, я так поняла. И вот цепляется к одежде. И если, ну, например, ты падаешь, да, если ты отцепил, или вот это вот улетело, да, я так понимаю, то получается, что он автоматически выключается, да, типа такая безопасность. Ну, наверное, я в следующем ролике покажу, какие здесь функции. Буду отдельное видео снимать, как я занимаюсь. Все, девчонки, вам буду показывать. Здесь вот тоже на ручках кнопочки. И здесь, и там все буду показывать. Ну, давайте сейчас быстренько покажу, как она работает. А, кстати, вот насчет перестановки. Мы цветочки сюда поставила. Поставили, значит, вот это зеркало, зеркало мешка стоял тут. Вот, это вот ковер с этого привезли в химчистке. Мы потом в детской там, потом разберем. Кокон, наверное, вот этот будем продавать. Ну, посмотрим. Он, в принципе, нам не мешает, но детки здесь катаются. Видите, постоянно сидит, вот. Но он скрипит, он мне немножко раздражает. Вот, и вот так вот. Видите, наконец-таки починил компьютер, все установил. Вот, обои я вот эти вот поклеила. Тут было оторвано, тут было оторвано. В общем, девчонки, давайте я вам сейчас включу и покажу. Это дорожка немецкого производителя. Если я не ошибаюсь, конечно же, я в скором времени сниму отдельное на нее видеообзор. На эту беговую дорожку посмотрите. Может, кому-то станет интересно. И, кстати, вот эта дорожка разрекламирована просто везде. Во всех всевозможных соцсетях. Вот, захожу в Инстаграм, сразу первая реклама, вот эта вот дорожка. Но, кстати, отзывы на нее очень положительные. Практически, да, там 100 из 100 положительных отзывов. И давайте разберем всю детскую канцелярию, все книги, тетради, все, что у нас есть. И все разберем по местам. К сожалению, у нас нет какого-то определенного конкретного ящика или рабочего для Арины места. Она еще на школу не ходит. Но на следующий год, когда она пойдет в школу, мы обязательно для нее сделаем рабочий уголок. А пока все это у меня будет храниться в кладовке. Но в кладовке тоже у нее есть отдельная полочка. Я вам сейчас все покажу, как я все организовала. Так как она еще маленькая, сама не пользуется всем этим. Потому что, ну, захожу, беру я все, что нам нужно. И мы садимся с ней за ее столик и занимаемся. У Арины есть очень много всевозможных книг, энциклопедий. Я стараюсь с каждой зарплаты покупать ей. Вот в Экспрессе мне очень нравятся книги. Каждый раз мы вечером стараемся по возможности садиться с ней. Я и читаю. Но, к сожалению, Арина еще не все буквы у меня знает. Соответственно, читать она не умеет. Но в ее возрасте ей уже 5 лет. Многие детки читают. Но я считаю, что это не трагично. Ничего страшного в этом нет. У нас есть еще целый год до школы. И я 100% уверена, что я ее сама могу подготовить. Но, тем не менее, все равно после Нового года я ее отдам в какой-нибудь развивательный кружок. Ее отдам обязательно. Ну, а так я буду с ней каждый день заниматься по 30 минут. Тем более у нее проснулся к этому интерес. То есть до этого она не хотела изучать буквы. Сейчас она сама меня просит. Мама, давай поучим. Я с удовольствием с ней сажусь и учим буквы. Кстати, вот по математике она, ей больше интерес. То есть она считает хорошо, все цифры знает, прибавляет, убавляет. Но вот именно буквы она не хотела. Теперь у нее проснулся интерес. Теперь мы будем с удовольствием вместе с ней заниматься. Все. Осталось разобрать немного мелочевки. Вот в этом пакете у нас хранится мел. В этом металлическом ящике все карандаши, ручки. Многие карандаши уже нужно подточить. И вот в пакет я буду убирать весь мусор, складывать. Все, что не нужно. Казалось бы, такая большая гора, а по итогу получилось немного. Но сейчас я подробно все расскажу и покажу. Так, девочки, вот сюда, в эту папку я буду складывать все, что в течение года я куплю для Ариши в школу. Здесь пока у меня лежат обложки универсальные, они нам ни для чего не понадобились. Может быть, в школе понадобятся. Пока все. Будут покупать ручки сюда специально, какие-то тетрадки. Ну, все, все, что нужно будет для школы, чтобы потом в конце года, в конце августа не бегать и не тратить много денег, как было в этом году. А в течение года все постепенно докупить и более-менее уже будет легче собирать ребенка в школу осенью. Так, точнее, летом она пойдет в первый класс. Так, дальше. Вот здесь сумочка. Она уже достаточно старенькая. Здесь у нас хранятся, будут храниться букваль, именно вот такие книги, где мы в течение года будем с ней заниматься, подготавливаться в школе. Прописи всевозможные, ну, все такое, все, что нам понадобится для того, чтобы подготовиться в школе, хотя бы в домашних условиях, да. Здесь у нас хранятся все вот эти страшные карандаши. Ручки я ничего перебирать не буду, все так оставлю. Что-то надо будет подточить, подточу, ну, не сейчас уже. И детки у нас будут рисовать в течение года, потом все будем выбрасывать. К школе, конечно, будем покупать новое. Это вот то, что нужно им сейчас, да, дома пользоваться, им пойдет. Теперь, сейчас я вам здесь покажу. Показываю. Здесь у нас, значит, все цветная бумага, картон, альбом и все раскраски их. Вот здесь вот. Ариша, Вова, все буду здесь раскрашивать, все здесь. Сказки, это вот такая старая моя, еще с детства, сказки, вот эти братья Гримм, мои любимые. Абсолютно все книжки здесь, и тут еще английский. Ну, не знаю я, может быть, мы вот это вот положим сюда, вот этот, вот сундучок, ящичек, сумочку, точнее. Так, здесь у нас вот эта вот игра. Это тоже как бы игра. Ну, вот здесь конкретно все энциклопедии. Книжка по психологии. Вот такие, вот такие книги. Видите, знакомство с животными и так далее. Тоже я положу все отдельно, чтобы не путаться. Это тоже ее игра. Тут клеятся такие магнитные платьюшки. Это ее альбом, эти блокнотики, она там чиркает, играет. Это вот нам с садика отдали. Все, что она за последний год, ну, сделала все вот эти ее подделки, труды и вот рабочие тетради. Тоже положу отдельно. Так, дальше. Здесь вот эта, она уже такая страшненькая, это для пластилина, они тут лепят. Дальше здесь мел, вот такие счеты. И вот эти вот карточки, вот эти наклейки, да, листочки. Тут деньги. У нас лото есть, мы играем в лото, и тут вот денежки есть, как раз для лото. Здесь мы будем, надо помыть и складывать ручки. Мы когда будем с Ришкой заниматься, на стол вот так ставить, и у нас будет стаканчик для ручек. Это у нас, у нее кукла есть, инструкция для куклы. Надо куклу эту починить. Здесь мы тоже уберем эту инструкцию сюда. Смотрите, здесь в таком пакетике лежат, вот как раз для Вовы, да, цифры учить, буковки какие-то учить. Это вот Арина уже все знает, это я оставлю для Вовы. Смотрите, в этом пакетике будут храниться такие прищепочки. Может быть, когда мы поставим ей стол рабочий, когда она пойдет в школу, ей понадобится, да, вот это вот все цеплять на вот эти вот прикольные такие прищепочки на ее рабочем столе. Тоже уберем сюда. Так, и дальше что у нас? Ну, вот здесь книги Вовины музыкальные, вот эти когда-то были Аришкины. И теперь здесь мы разберем вот эти три коробочки. Это вот она что-то там рисовала. Сейчас я вам все покажу, расскажу. Пока. Так, мои хорошие, я прошу прощения за шум, потому что все-таки двое детей, квартира небольшая, от детей никуда не скрыться. Там Арина играла в какую-то игру, поэтому был какой-то шум. В эту коробочку, да, в подарочный такой пакетик я складываю все Аришкины бумажки. Это вот она с садика каждый день приносит бумажку, что-то раскрашивает, что-то рисует сама, и все это я не выбрасываю. Так, вот, девчонки, мы сейчас в кладовке. Ну, мы тут это, кстати, вот в заготовке я делала, это, недавно на днях делала икру кабачковую, два литра получилось, два с половиной, там половинка стоит в холодильнике, и баклажанная икра, три литра. Вот, ну, очень вкусные огурчики, там компотики, вот наши, вот это винишко, которое свекровь мне дала, я уже говорила. Ладно, давайте вот здесь, это вот все отделение для Арины, да, здесь у нас, правда, плохо видно, там коробки от счетчиков, здесь вот такие коробочки, вот она браслетики делает, бусы и так далее. Вот это у нас игра, кто я, у нас две такие игры, там разные карточки. Вот, здесь песок детский, блин, плохо видно, извините, пожалуйста. Орешка, сейчас пока давай не будем. Так, дальше, не туалетная бумага, девчонки, это вот, типа, мне еще сто лет назад подруга подарила два рулончика было, это английский язык, да, типа, как туалетная бумага. Типа, типа, выучил, оторвал, вот, пожалуйста. Ну, учишь, отрываешь, я еще и английский не знаю, пыталась учить. Ну, короче, был один рулончик, куда делся, не знаю, и вот для Аришки я оставила этот рулончик, мы его туда уберем. Ну, дальше, а, вот это я собираю, это я вам показывала, это я с деревни принесла, подделки делать будем, я уберу сюда, подделки на осенний балл, по-любому попросят. Так, здесь у нас тоже вот такая игра, девчонки, вот, вот видите на картинке, Аришка очень любит, интересно, ей нравится играть. Так, дальше, ну, это вот, в Германии тоже присылали такой набор, делать всякие такие, ну, вот, звездочки, снежинки, ножницы такие, вот, так, что у нас здесь, здесь у нас буквы, мягкие, маленькие буковки, пока тут хранятся, типа, пазлы такие. И тут у нас вот лото в этой сумочке, ноутбук ее маленький, и такие деревянные тоже считалки. А здесь это от ее доски, вот эти магнитные цифры, буквы. Ой, сейчас все это будем сюда складывать, аккуратненько покажу, как получилось. Так, девочки, извиняюсь, свет мало, это в кладовке, у нее нет никакого шкафа отдельного, к сожалению. Короче, вот так я схожу во все книги, энциклопедии, сказки, вот так будут все лежать. Ты подошел, какая тебе нужна, вытащил. Здесь все вовины книги, музыкальные, вот даже вот такие интересные из книжки, вот смотрите, такие, видите, они вот, мягкая собачка. Вот, ну, можно потрогать, да, так, на ощупь приятные. Пластилина, все, что осталось, здесь все разукрашки, карандаши, мелочевка, вот пакетик, в который я буду все складывать, все школьное. И там уже дальше развивающие, вот две игры у нас есть, кто есть кто, ну, разные всякие. Вот папка, которую я вам показывала, здесь все мелочевка, там домино и так далее, вот эти все игры. Здесь папа, вот это вот, плохо видно, Ариша каждый день рисунки пригносит, садик, вот сюда я их буду складывать. Вот, и все, вот так вот получилось, извиняюсь, плохо видно, но показываю, как есть. И давайте я вам покажу, мы сейчас с мамой будем пересаживать цветы. Мама пришла помочь мне пересадить мой замик, замиофилькус, если я не ошибаюсь, полное его название. Вот такая большая пачка грунта, это мы, девчонки, покупали. Вот кто меня давно смотрит, знает, что в детской комнате стоит бокс. Мы в этом боксе хотели, это Витя сам его делал, хотели выращивать овощи или клубнику, или еще что-нибудь. Просто было интересно, вот Витя делал специальную такую люстру, там такие лампочки розовые специально для растений, но кто дома выращивает, должны знать. Но в этом году ничего, к сожалению, не получилось, обязательно на следующий год все посадим, и я все вам буду показывать. Так, а сейчас вот моя мама помогает мне пересаживать замик, а также я пересажу сама другие цветы. Она вытащила, вот у меня сам замик стоял в этом кашпо, в горшке, то есть там был горшок внутри. Ему он стал мал, поэтому мы решили пересадить его в само кашпо, оно большое, хорошее. Мама насыпала туда дренаж, агроперелит и землю. Цветок, я считаю, что он неприхотливый, раза в 10 дней я его обильно поливаю, и он не требует солнечного света, то есть на подоконники не обязательно его ставить, насколько я понимаю. В принципе, он нормально у меня растет. Но вот эти кактусы, я так намучила с ними, девчонки, я все руки поисколола себе, но их обязательно нужно было пересаживать, потому что горшочки совсем были маленькие, да и страшненькие, поэтому пересадила кактусы, женское счастье, и вот те цветы, которые в детской комнате стояли, тоже не знаю, как называются, мне тоже их отдали, тоже я их пересадила, сейчас все вам покажу. Мои хорошие, вот хочу вам показать, мы вот эту вот угловую полку, которая стояла в зале, поставили сюда в детскую, но так как она вот не отдельно стоящая, да, она, ну, падает, поэтому, видите, ее к стенке присверлил. Что я решила, я поставила цветы сюда, потому что подоконников убрала, потому что зимой включат отопление, ужасно жарко, от батареи они очень горячие, а цветы у меня всегда все сохнут. Вот, поэтому я решила поставить их таким образом, ну, в общем, пересадила я женское счастье, сейчас покажу, где кактусы, как стоят, покажу, а все остальные цветочки, которые на подоконнике стояли, вот здесь, из вот этих цветочков, которые мне тоже отдали, кактусы, вот эти, я оставила только два, потому что те, в маленьких тоже горшочках, они вообще все засохли у меня, абсолютно, вот, выжил только вот этот, и вот этот более-менее выжил, но я верхушку отрезала, и вот этот маленький, маленький кусочек оставила, все, здесь у меня так останется, давайте покажу кактусы, ну, короче, что у меня на другом подоконнике на кухне стоит. Мои хорошие, мы на кухне, здесь вот такая картина, кактусы также и остались на кухне, просто, девчонки, они колючие, я еле-еле их пересадила, вот это еще более-менее ничего нормально, кстати, тут у него такие детишки повылазили, я их всех поликвидировала, вот, а этот цветок глубоко посадила, ну, ладно, пойдет, думаю, с кактусом, мне кажется, они вообще не прихотливы, ничего не будет, а вот это розмарин, он стоял у нас на, в зале, короче, на подоконнике, розмарин же надо добавлять в еду, там, рыбу запекать или еще что-то, ну, вот мы сюда поставили, чтобы помнить, что у нас есть такой цветок, его можно пользоваться, короче, добавлять, он как бы, ну, не для красоты, а для, в еду, вот так вот. У нас уже вечер и что-то нам на ночь глядя захотелось блинчиков, решила деткам испечь, пожарить точнее. В миску добавляю 3 яйца, вообще нужно крупных яйца, но у меня были обычные средние яйца, 2 столовые ложки сахара, рецепт я оставлю в описании под видео, щепотка соли и 100 мл молока, теплого молока, все хорошенечко размешиваю и добавляю 220 грамм просеянной муки и щепоточку соды, совсем чуть-чуть, и все хорошенечко перемешиваю, чтобы не было комочков. Девочки, молока нужно в рецепте 500 мл, ну, я добавила в общей сложности 400, вы смотрите по консистенции, смотря какая мука, какие яйца, нужно все смотреть. Выливаю остатки молока, опять же, повторюсь, добавила в общей сложности 400 мл, а по рецепту нужно 500 и 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошенько перемешиваю и оставляю на 15 минут. Повар, конечно, из меня еще тот, но тем не менее, блинчики все-таки какие-никакие получились, и всем понравилось, мы их сразу с чаем, со сметанкой за весь вечер съели. На сковородку я наливаю масло немного, распределяю все и начинаю жарить. Первый блин, как всегда, комом, вон, посмотрите, лежит, с другой стороны плохо испекся, но Вова захотел, забрал, съел он этот блинчик. А так блинчики получились хорошенькие, вкусные, не сухие, но немножко толстоватые, потому что я очень редко делаю блины, и пока приноровилась, только у меня вот последние пару блинов получились удачные. Блинчиков получилось не так много, нам с чаем вот самое раз, на один раз покушать, но пока я жарила, детки тоже подходили и ели. Мои хорошие, на сегодня буду заканчивать, я надеюсь, что получился интересный продуктивный влог. Пишите комментарии, ставьте лайки, всех люблю, всех целую, до новых встреч, всем пока-пока!